приехал к 8 утра на выгрузку запустили кстати удивительно быстро то есть обжить и 8 15 уже был на территории передо мной было 6 грузовиков подстояли где-то около нами часа приготовил божественную ишинку и все и сел ожидал но вот около 10 нас позвали на выгрузку мы заехали уже на территорию выгрузились сейчас здесь сиеста какая-то то есть все ушли на перерыв все кушают ждем окончания приемки потом едем на загрузку до загрузки 300 километров помимо еще этого нужно будет заехать на парке приготовить обед покушать будет у меня скорее всего фарш с овощами плюс гречка давно гречку не ел макароны уже по надоели макароны можно там через день хотя бы там после завтра мы в италии находимся нужно кушать макароны но я буду есть гречку сегодня и после этого отправимся мы на загрузку будем грузить 8 машин скорее всего это пижот 208 на францию прикольно да вот с италии везем французские машины во францию на родину возвращаем они на такси цену набивают туда-сюда катается туда-сюда туда-сюда и таким образом набивают себе ценник погода вообще конечно непонятные с утра получается ехал бы ливень то есть обычно я вот приезжаю на загрузку меня встречает ливень сейчас я приехал по пути сюда ехал был ливень но только я приехал и успокоился думаю нифига себе повезло забыл вчера футболку развешать так вот я положил в бомболюк после того когда грузился в дождь ну чё думаете бит сырая было отдел на себя сырое ну что поделаешь впервые в италии за полтора года или там за два точно уже не помню и мне конечно с погодой совершенно не везет какой-то сезон дождей мне планы было на море блин всего не попасть но я думаю что если сейчас такой погоды я доеду до самого доли ворна до пизы то там тоже самое будет ну или как-то градусов можете там 23-24 это же не погода для купания попал прям такой сильнейший ливень грузовики как бы едут вообще без проблем а вот легковые все прижимаются с правой стороны никаких легковых нет вот один камикаду на маленьком машине летит видимо ему очень нужно а так большинство машин на обочине ставит впереди знают что сужение будет поэтому необходимо перестроиться для погоды конечно еще жизнь у нас сейчас время обеда два часа дня хороший паркинг нашел мало грузовиков желе нет туалета но в принципе сейчас пока и не хочется что у нас готовка у нас какая идет варится сейчас у меня гречневая каша и будет в общем на это гарнир или как-то добавочка хрен знает фарш покажу вам какой фарш вот такой фарш андрей используют но это фарш куплены был в словении в принципе недорого что около 3 евро за пол килограмма предварительно обжаривается лук но туда вкидывается фарш ну потом еще там не закидываю перчик помидорку лучок специи это все перемешиваем но я думаю должно думаю получится вкусно но я все говорю а уже все хочется есть поближе ребята вам покажу вот смотрите обратите внимание приправочки специи все дела вот лучочек помидорчик перчик фаршик все это будет залетать на сковородочку по гречке что у нас гречка у гречка уже готова все вода выкипела выключаем и перри базируем это всего вот сюда перри базируем ребята сюда куда мы поставлю пускай достаивается и будем разгревать сковородку обед у меня как всегда непростой гречечка будет фаршик и овощи это все вместе поджарим перемешаем так пускай стоит принципе гречка так это настаивается а можно будет принципе этот вот добавку делать и для гречки и для макарончиков это уже под настроение ну что как у кого настроение рассказывайте шикарная погода разогреем сковородку как бы вам это все буду показать чтобы видели как я тут что готовлю куда бы вас поставить друзья мои где вам выделить местечко давайте я вас переставлю вы будете видеть сковородку как это все будет чуть-чуть в организм и так у нас сковорода уже разогрелась в общем буду сейчас делать пытаться все одной левой не знаю получится не получится текс наливаю немножко оливкового масла но достаточно будет только может быть до хрена я вообще слышал что по-моему на оливкам нельзя готовить а я готовлю ну мне нравится в принципе мне очень даже нравится но она уже разогрелась все отлично теперь забрасываем лучок в первую очередь вы как же пахнет лук все-таки вот молодцы кто придумал лук сейчас мы его сейчас у меня весь должен закарамелизироваться как-то так по моему ошибаюсь и называется жарим 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 и достаем лопатку мою за все произоединять чтобы все чаще части были раздельны как только он закарамелизируется покроется такой корочкой приятным за пошел какой пошел ребята все потом туда буду забрасывать уже фарш и он будет вместе с фаршем жарится на фарш быстро приготовиться принципе и туда уже пойдут овощи потом и так лучок готов сейчас будем отправлять фарш в сковородку первая партия рая ну и так на данную всю пачку будет утилизировать потому что завтра у него уже кончается срок годности я приготовлю все просто надо будет на там на два на три дня у меня порция такая все итак я уже все разровнял все жарится но еще ничего не перчил не солил поэтому пускай ну что пуча больше поджарится уже перейдет стадию такой уже почти готовы потом туда докидываем овощи и все пускай туда подпушится то есть я хочу что несколько не конечно корочку получил получается фаршик он вообще шикардов вам чтобы газ не закончился у меня еще один баллон остался до конца недели должно хватить на то чем я ребята говорил видите то есть он уже почти все готовое уже побелел так сказать фарш будет немножко еще нужно дожариться принципе и сейчас я уже получается буду забрасывать вот эти все свои овощи неудобно на рукой снимать и показывать так что ребята поверьте на слово сейчас мы это все сюда закидываем ну как вам красота ну согласитесь два вида лука перчик помидорка здесь две помидорки ой все красиво все красиво чуть-чуть сольки добавим так много чтобы не было так отлично будет достаточно все пускай тушатся накрываем крышечкой и готовим можно считать что мой обед уже почти готов и скоро принципе заканчивается нужно по быстрому покушать и уже выезжать и ощущение что мы не успеем все таки где-то к пяти приеду думаю в 5 уже в италии никто не работает 1424 дай-ка сюда короче ситуацию ситуацию балдежники так ладно что увидимся уже с вами я думаю стороны загрузки где-нибудь здесь уже показывать нечего буду есть буду кушать ой как уже хочется есть честно говоря уже живота курчит приехал ребята на погрузку ждущие с информацию от менеджера что будем делать в общем ситуация очень интересная я приехал пошел взял погрузочный лист несмотря сколько машин то есть посмотрел по погрузим листу где находится машины в каком месте позиция пошел смотреть смотрю машины все мои peugeot 2088 штук все хорошо начинаю 1 осматривать потом начинаю осматривать вин код совпадает 2 осматриваю споривен код не совпадает я потом понимаю блин у меня погрузится листе почему-то вообще 6 машин 6 а в задании 8 и в линии 8 иду на офис спрашиваю они говорят нет только 6 машина все я гляну в линии 8 не бит только 6 твоей прикиньте и вообще по документам они на берлин нужно ехать они на францию но пускай это не мои проблемы не моет их скатить качели ну то что 6 они 8 как бы такой интересный момент не мне это вообще до ломбада я бы загрузил бы эти шесть вообще на изи вообще класс быстренько чуть-чуть матч маленький 208 пижо вообще то есть просто изи но менеджер пока не отвечает мне что мы будем делать какие дальше планы то есть сказал связывай с клиентом ну вот связан с клиентом а мое время тик и чтобы понимали приветики ребята второй день настал наши съемочные темы или 3 уже не помню стою в промзоне вот смотрите на таком кольце вот это кольцо на котором вообще в принципе должны разворот ну как бы как раскручиваться машину но здесь вторая линия занята под парковку вчера приехал менеджер сказал что грузим 6 тачек я загрузил 6 машин и после этого сказала что ждем утра что утром нам скажет едем дальше мы как бы шестью машинами или нужно будет вернуться на территорию забрать те две которые остались пока информации нету вот уже девять часов утра всеми нам не написал ну что там загрузился не загрузился мсала что будет состою ждут ну вот и ждем от нее информацию что она мне скажет мой дорогой менеджер понятное дело что как бы не от нее все зависит то есть у кого-то они купили этот заказ дорогостоящий и теперь необходимо решить этот вопросик потому что как бы заказывали 8 машин а приедет только 6 я позавтракал была божественная ишенка такая ишенка была нищая всего лишь три яйца и все поэтому ничего стоит продуктов больше нет вот так вот одни яйца остались и все и гречка сегодня среда думаю что надо еще будет докупаться потому что замена только воскресенье а кушать хочется всегда так друзья что еще вам сказать как загрузил машины пойдем покажу что ли загружена 6 машин на автооз все перед ком все перед ком высоты здесь нет длинны откуда здесь будет длина здесь также нет в принципе место снизу стал для двух то есть на всякий случай если придется то заедем и загрузим если нет то ну и нет хорошо вот видите как что здесь за ситуация то есть как бы здесь как бы кольцо круговое движение ну вот одним рядом стоим на это счет машины так работы как мотоблок какой-то или чё это за звуки или у них там коса какая-то наверное коса здесь написано что входить вообще запрещено что это за место непонятное пруд или это очистные какие-то пес узнает видите какие пальмы нищебродские ужас засохшие хотя здесь вода есть то есть ну как бы должно быть все питаться очень неплохо трава то растет без проблем а вот пальмы конечно очень прискорбные везде знаки стоят нам пофиг я спросил охранника где здесь можно запарковаться мне говорите по есть на кольцо на кольцевой становись смело будет рядом есть заправка то есть в туалет сходить это вообще никакой проблемы не составляет единственное что нужно брать с собой туалетную бумагу потому что почему-то итальянцы не любят ставить ключики и туалетную бумагу тоже не любит поэтому туалетка надо брать с собой поехал то чувачок на машинке это маленькой но это видимо обслуживающий этот персонал который там дороги убирает пылесосит стрижет как-то так буду ждать что мне ответит менеджер какие наши дальнейшие действия до моря здесь вообще ну не знаю типа около 10 километров то есть так если задаться целью то можно было поехать на автовозе туда промзону встать если знал бы что я столько времени пробуду здесь я думаю я сразу же стартану или туда или туда обратно не знаю друзья подписывайтесь ставьте лайки комментируйте видосик стараюсь для вас наверное пойти позаниматься спортом на скакалке попрыгать на с другой стороны блин сейчас солнце вылазит надо было это делать гораздо раньше еще в 7 утра и сейчас я вспотею и буду вонючий а принимать душ нет времени перенесем спорт наверное на вечер когда хотя бы так не так будет жарко уже потому что начинает уже блин так припекать кстати у итальянца вчера спросил игра как вообще там на море погода там ходите купаетесь они сказали что нет типа очень большие волны но вчера реально был вечер ветер сильный сейчас как ветер такой вообще считаю его нету ну а вот как бы вчера такой был ветер что мне казалось реально там волны должны были быть метровые то может быть и 5 метровые представляете как вам автовоз каденция завершается что я могу сказать по поводу работы ребята я рад я счастлив что у меня такая машина вроде и адекватное руководство адекватный менеджер в принципе я не жалею о том что я ушел я к этому заготовочку имею себя типа знаете я не жалею о том что я раньше не ушел свекома и я не жалею о том что я в принципе ушел свекома вот в принципе на векоем было тоже хорошо тоже было все четко ну про не платили деньги когда перестали платить бабки то конечно уже д плюс корчи понимаете если бы одно другое перекрывало если плавно там старые машины но зарплаты высокий окей или там опустили зарплату на машины хотя бы достойные но тоже окей а когда два минуса то это уже нифига не плюс здесь так не работает ладненько все пойду автовоз буду ждать смс-сообщения от менеджера балдеть чилить и все что еще делать молодому андрея для тоже был чаще делать друзья в италии нужно быть готовым к тому что все пойдет не по плану вчера мы не загрузились до конца сегодня мне пришло сообщение потому что едем пробуем забрать две машины мне пришла ливен код этих машин ну и что одну только машину выдали вторую сказали нет мы же сказали загрузим одну машину ну и потом типа ждем что дальше какая-то информация поступит это бред сивой кобыла какой-то я уже немножко под задолбался если честно говоря сидеть вот так вот в непонятках таких ну пофиг бабки-то идут идут просто что меня меняться на этой на этой неделе а сегодня уже среда я не доеду до выгрузки только в четверг наверное буду на выгрузке после обеда хренеть знаете сколько километров до выгрузки даже ради интереса сейчас посмотрю вот заправки было 600 но это же не точные данные потому что заправка заправка вот выгрузка 8 единиц опа подождите выгрузка она до выгрузку только думал уже может быть добавили уже и загрузку 13 у меня стоит задание сегодня 12 1200 километров думаю что но очень сомнительно ну прям типа если завтра я сегодня пройду макс и там типа 700 пускай проеду или там 650 но 700 хорошо остается еще сколько 500 520 из которых на девятку отстаю приеду нет не выгружусь в пятницу утром только выгрузка здорово это это ниже парижа это прям до париж где-то 200 это в районе знаете где лиманс чуть ниже лиманса у меня выгрузка то есть оттуда надо какой-то еще груз захватить и поехать куда-нибудь в германию надеюсь ну чтоб меняться было комфортно удобно ой ребята ну такие у нас страсти на работе вот такие страсти ничего не поделаешь такая работа у меня серьезная и высокооплачиваемые загрузился я все-таки ребята семьи машинами попросил чтобы в цемерке написали что 8 машины нет наличии и как бы согласился этот чувачок на проходной мне написал без проблем поставил печать расписался все что нет восьмой машины поэтому ребята движемся семью машинами сторону выгрузки 200 километров не до заправки потому что топлива мне не хватит дойти даже до франции это литров столб точно необходимо ну заправимся 300 литрами по карточки crt нас все обменяют мы едем 84 километра в час экономим топлива чтобы нам хватило до заправки выгрузка у меня чуть ниже парижа и лиманс вот туда все классно ребята погода хорошая 24 градуса насчет море ребята не получится мне попасть к сожалению вот так бывает что все наши желания и возможности совпадают как бы как бы это грустно не звучало потому что заехал на паркинг хотел все-таки получится там два километра прогуляться но даже не нашел перехода то есть вот если я ехал бы в обратную сторону то было возможно к сожалению вот на моем парке где находился нет возможности перейти и все запарковался пообошел территорию выхода нет груз печаль зато увидел прикольный грузовик вез он животных а точнее коров не знаю на мясо они были или на молоко такие красивые большие все-таки уй-ой-ой плюс высота я думаю у него где-то 420 точно было у него гораздо выше был прицеп чем сам тягач а тягач у него был высокий ну как бы вольва высокая ну да где-то 420 думаю точно вот как-то так ребята такие грузы перевозят знаете не воняло относительно от самого прицепа то есть прикольно что ты коровы мычали грустно конечно если их на мясо лучше конечно молоко но все может быть погодка шикарно 24 градуса то есть не жаркая вот прям идеально идеально 24 градуса спросил я у чувачка который нет смартфон начал можно ли плавать в море он сказал да все классно газу и уже можно смело к сожалению все таки не попаду даже не через генуэ поеду буду подниматься раньше на парму туда из пармы что там что там парма идет потом что-то еще на похожее короче как-то поедем увидите общем я уже давно по италии ездил уже наше название позабывал все встали отдыхать у похоже сегодня буду включать вебасту тут свежо пар даже почти сорта идет охренеть да буду сегодня в таких условиях без туалета только мусорные пакеты какие-то и все блядь здесь реально холодно я еще в шортах вышел смотрите какой у меня тут фронт там еще горы со снегом и там горы со снегом другом горы похереть вот так вот ребята всяких условиях ваш андрей лакет драйвер справляется с ситуацией так вижу что площадка подъехала вперед а почему так значит запущу двигатели почему-то площадка вперед подъехала интересно по инерции что ли странным оттянуть ее назад вот свежо свежо господа где высоковольтные линии проходят блэй раз едет вон там вот видно красный блэй раз блэй раз он красненький поехал шалеть я покажу вам вид он вид он какой а вы посмотрите какая красота ну каковая красота да а рядом здесь вот какая-то река течет слышно звук вот реки там вот снег лежит сзади гора вся в снегу я как холодную жесть вот облака прям здесь вот они рядом они надо мной автовоз лаки так драйвера запаркован в таком вот сюда в райном местечке на платежке в италии недалеко фреюс включимся завтра но с утра уже будет темно еще точнее чтобы они еще бы показывать уже может ближе к обеду с вами увидимся